МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он дает возможность животным обрести новый дом и хозяев. В этот раз на выставке будут 120 кошек и 70 собак из приютов Самары. Забрать понравившееся животное можно бесплатно на самом мероприятии. Новых хозяев сотрудники приютов проконсультируют по всем вопросам. В программе фестиваля спортивные соревнования среди собак, детективный квест, творческие мастерские для детей, конкурсы и розыгрыши, музыкальная программа. Посетителей ждут с 11.00 до 18.00. Вход свободный. В детской картинной галереи начала свою работу выставка «Автопортрет. Зачем художники рисуют себя?» На ней можно познакомиться с историями создания легендарных автопортретов в истории живописи, узнать, кто из художников первым рискнул и нарисовал себя, и кто считается рекордсменом в этом жанре. В самом большом каминном зале особняка представлены лучшие детские автопортреты из коллекции музея. В них дети и подростки решают очень важные для себя задачи. Знакомятся с собой, начинают осознавать себя как личность, присваивают качество и примеряют образы, и в конечном счете заявляют о себе этому миру. Вы тоже сможете ближе познакомиться с собой и нарисовать свой автопортрет. Из работ гостей выставки будет складываться галерея в музейной оранжереи. Выставка продолжит свою работу до 26 мая. В воскресенье Самарский литературный музей организует пешеходную экскурсию, на которой расскажут о жизни Максима Горького в Самаре. Игудиил Хламида, Максим Горький, Дон Кихот. Под этими псевдонимами печатался в Самарской газете молодой Алексей Пешков. О Самаре будущий автор на дне писал острые фильетоны, но именно здесь встретил свою любовь и стал писателем. Так говорил он сам. «Телом я родился в Нижнем, душой в Казани, а как писатель в Самаре». Узнать о том, какую роль в жизни Горького сыграла Самара, можно 31 марта в 12.00. Музыкально-поэтический вечер пройдет 31 марта в библиотеке имени Надежды Крупской. Он будет посвящен женщинам. Как и книга, женщина может быть полна загадок, тайн и непредсказуемости. Она может быть источником знаний и мудрости, расширить горизонты и вдохновить на новые мысли. Номера концерта в этот весенний вечер будут многогранны и включат в себя различные жанры музыки и поэзии, чтобы показать неповторимость и уникальность прекрасной половины человечества. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok